Добрый день, дорогие друзья, с вами Возьмова, и продолжая говорить о любви, говорим о том, что значит любить. Сегодня я хотел бы поговорить о том, что любить это значит прощать. Вообще о прощении, как проявлении любви, говорит, наверное, каждый проповедник, каждый библейский автор. И я не буду оригинален в этом, я просто хочу сегодня, ну, немножко под другим углом показать вам эту истину. Итак, любить это значит прощать. Вообще природа прощения немыслима вне атмосферы любви. Как в прошлой программе я говорил, невозможно принять человека, если ты его не любишь. Точно так же невозможно простить человека, если ты его не любишь. Только в любви есть прощение, и только в любви есть принятие. Так возлюбил Бог мир, что удал Сына Своего Единородного для того, чтобы никто не погиб, но все пришли к познанию истины. Почему Бог это сделал? Как Он это сделал? Во Христе Бог простил каждого человека. И я думаю, что сначала Он полюбил, и потом Он построил план, и потом Он привел этот план в действие. Вообще, абсолютно все, что делает Бог, основано на любви. Если вы хотите увидеть эту любовь, посмотрите в Писании. И вы абсолютно однозначно увидите, что прощение основано на любви. И началось все с Бога. Человек, сотворенный по образу и подобию Бога, наделенный властью, наделенный свободой, наделенный дарами, талантами, вообще немыслимыми для современного человека, осознанно принимает решение уйти от Бога. Когда Господь творил нас, когда Он сделал Адама и наделил его вот этой вот свободой, то мне кажется, Он не просто предвидел его уход, Он в какой-то мере даже его запланировал. Потому что свобода, так и осталась бы потенциальной свободой, если бы Адам не воспользовался ей неправильно. Он должен был это сделать, и Он сделал это. И вот весь этот путь возвращения человека к Богу, он, знаете, такой путь любви. Несмотря на страдания, несмотря на грех, несмотря на развращение, несмотря ни на что, вот слава Божья во всем этом сияет невероятно, сияет, потому что Он продолжает прощать. Он настолько открыт к этому, что тебе нужно просто, вот знаете, даже не слова, а вот это движение твоего духа в сторону Бога с желанием просто вот упасть перед Ним и сказать прости, и Он уже выбегает. Вы знаете, как с блудным сыном Он идет, Отец уже вышел вперед, Он уже ожидает Его. Когда вы приходите к Богу с покаянием, вы видите, что Он уже простил. Ты еще не начал говорить, ты только вот потихоньку приходишь в себя, осознавая, насколько ты глубоко упал, насколько у тебя много проблем, и ты не надеешься на это прощение. Читая в Библии, что Бог прощает, но ты думаешь, что, возможно, на этот раз Он не простит. Но ты выходишь, и ты видишь, что Бог, Он вышел навстречу тебе, Он ожидал тебя. И вот это, знаете, стремление, не просто барское такое ожидание, ну давайте приходите, послушаем вас, посмотрим, как вы смиренные, не смиренные, в каком вы состоянии придете, и размыслим, прощать, не прощать. Вы скажете, что Он Бог, и Он знал, с каким сердцем шел блудный сын. А я думаю, это не играет никакой роль. Если человек идет просить прощения, некий плод духа, да, то есть он уже думал, он уже размышлял, он уже был в неком сокрушении. Очень трудно. Я думаю, если вы задумаетесь вот в себе над своими вот примерами, да, когда вы каялись перед кем-то, то вы понимаете, насколько это трудно, да, вот выйти, переступить через свою гордость, через свои какие-то амбиции, через обиды, боль, взаимные какие-то претензии, и прийти и сказать, прости меня. Оно уже само по себе дорогого стоит. То просто подумайте, что если человек идет просить у вас прощения, он проходит те же вещи, абсолютно те же вещи, и оно стоит дорогого. Поэтому, мне кажется, не играет роли, знал Бог или не знал, с каким сердцем идет блудный сын. Это не особо важно. Важно, что человек пришел, и вы разговариваете об этом. И он просит у тебя, прости меня, дорогой, я был неправ. Не нужно мерить вот глубину искренности, там, концентрацию правдивости. Он делает это. Вот мне нравится 17 глава Евангелия от Луки, да? Иисус говорит, если скажет, каюсь, прощай. Вот мне нравится вот эта радикальность Иисуса. Давайте мы это почитаем. Мне очень нравится это место. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя, и семь раз в день обратится, и слушайте, и скажет, каюсь, прости ему. Вот Иисус, Он не говорит, исследуй, посмотри, покаяться, должен быть настоящим, искренним, глубоким. Нет, Он говорит, если скажет, каюсь. У нас написано обратиться. Там написано вернется. Оригинально написано вернется. Вот Он согрешил против тебя. Он ушел. Он вернулся и сказал, каюсь. Иисус говорит, прости ему. Там не написано, ты должен подумать об этом. Или там, может быть, стоит простить. Нет, здесь, знаете, такое вот повелительное наклонение. Прости ему. Он сказал, каюсь, прости. И наше вот это лукавство, когда мы начинаем, знаете, быть такими духовными термометрами, людьми, которые могут спокойно измерить искренность человека или еще что-то. И мы говорим, да, ты должен, ты должен покаяться. Ты должен сделать то и то. И это переживал на собственном примере. Я, у меня есть один человек, которого я люблю, но он постоянно причиняет мне проблемы. Он преследует меня. И вы знаете, я пришел к нему, и я стал говорить о мире. Я сказал, что нам нужно примириться. И он сказал, да, это так здорово, это хорошо. Мы должны дружить, мы должны вместе что-то делать. Мы не должны как минимум воевать друг с другом. И было очень хорошо. Но потом он сказал, что ты недостаточно искренен был в своем покаянии. И мне это разозлило. Потому что я был искренен. Потому что я увидел, что он не хочет прощать. И все, что я как бы построил на том, что вот он простил, как он говорит, оно вдруг рухнуло. Оказалось, что он просто врал. И я разозлился. Я сказал, в чем? Еще мне перед тобой каяться. Он говорит, вот видишь, видишь, это говорит о том, что ты несмиренный. И я слушаю этих людей, знаете, я понимаю, что он по какой-то причине лучше меня, и где-то даже, наверное, лучше Бога знает, насколько ты смирен, насколько ты правдив, насколько ты искренен. Я это поведение называю простым, банальным лукавством. Если ты не хочешь прощать, не прощай. Это говорит о том, что ты не любишь. Ты не являешься тем человеком, который отражает Христа, являет Христа. Но так ты им и не являешься. Но мы же хотим выглядеть апостолами, быть епископами, быть пастырями, которые являют Богом. Но по сути этого не делаем. И мы лицемеры. Мы те самые фарисеи, против которых Иисус так много слов сказал. Любовь проявляется в прощении. Если ты не способен простить брата, ты не будешь способен простить врага. И когда ты взойдешь на свой крест, что ты с него скажешь тем, кто тебя распинает? Если сегодня брат, который просто не имеет такого же мнения, как ты, вызывает у тебя столько злобы, и у тебя нет места для прощения, то что ты скажешь тем, кто будет убивать тебя? Что выйдет из тебя? И может быть это то время, когда тебе стоит задуматься о том, что ты несешь в этот мир, чем ты наполнен. Может быть это время тебе поменяться, обратиться к себе. Я очень много на эту тему думаю. У меня достаточно людей, с которыми мне приходится, знаете, вот жить, не удручает меня. И Бог постоянно учит любить, 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 любить. И всегда слово любить и прощать в отношении многих людей, оно стоит вот как бы на одном уровне, когда Бог со мной разговаривает. Когда какой-то человек, он причиняет мне боль, да, там, к этой клеветам приходит. Бог всегда говорит, ты любишь его? Прощай, 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 прощай. Иногда, знаете, приходит такой момент, когда хочется просто вот сказать, Бог, я устал уже прощать. Оторви ему голову. И я прощу уже и забуду. Вот в нашем, знаете, понимании, ну, в моем, по крайней мере, оно выглядит примерно так вот. Брат согрешил против тебя, ты его простил, и все. Больше никогда не повторяется эта проблема. Отношения выстроились, и все хорошо. Но когда этот человек постоянно, 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 знаете, встречаясь с одним пастором, он достаточно такой хороший брат, мы встречаемся, мы сидим, разговариваем, я прошу у него прощения. Говорю, брат, я там позволил резкие слова в твой адрес, я сделал это неправильно, прости меня. Он говорит, я тебя прощаю, мы обнимаемся, целуемся. И на следующий день я узнаю о том, что он, придя с этой встречи, он пришел к себе в офис, и люди говорят, ну как, что там было? Он говорит, да этот козел, он такой сякой, нехороший, он так лукавил, он так вот, я вот видел его сердце, и оно не право. И мне это передают. И когда это длится годами. Ты начинаешь говорить, Бог, я настолько устал от этого. Господь говорит, ты недостаточно его любишь. Я хочу, чтобы ты его прощал. Прощай его. И знаете, вот год за годом я начал понимать, что некая гордость, да, вот твоего я, оно вот в этих вот случаях, оно потихонечку, как наждачечка стирается, и вот проступает то настоящее, что должно быть в нашем с вами характере, когда ты уже заранее готов простить этого человека. Я иду навстречу с ним, очередную, я знаю, что сейчас мы будем опять говорить об этих вещах, и я уже готов простить его, так же, как я готов, что он завтра опять сделает то же самое. Он опять будет говорить нехорошие вещи, но я уже к этому готов. И у меня внутри нет ни боли, ни обиды, ни какого-то, знаете, желания отомстить. И нет усталости. И это приходит со временем. И я вдруг понимаю, что я молюсь за него не потому, что так надо, а он стал частью моей духовной жизни, что ли. Он живет сегодня очень далеко, но я молюсь за него. И вот прощение, это всегда является, знаете, вот как, вот люблю, значит, прощаю. Люблю, значит, принимаю. Люблю и прощаю. Это, знаете, как вот два камня в основании любых, наверное, взаимоотношений. Наверное, еще и потому, что прожить вместе, а когда мы говорим о церкви, я больше это вижу не как богослужение, а как совместную жизнь и включающую в себя богослужение. Так вот, прожить вместе достаточно долго и при этом не конфликтовать, ну, это просто невозможно. Есть, правда, пару семей, да, которые утверждали в свое время, что они никогда не ругаются, но позвольте мне, я в это не верю. Я не верю в церкви, в которых нет конфликтов, я не верю вообще в любое общество, где нет конфликтов. Это невозможно. Так вот, если мы вместе в одной церкви, а мы сейчас, давайте поговорим все-таки о церкви, хотя можно говорить и на примере семьи, но церковь – это более универсально. Нельзя не коснуться друг друга какими-то, знаете, острыми углами. Обязательно что-то будет. Кто тебя не так обличил, где-то ты не так поступил, где-то проблемы личные, где-то касающиеся служения, где-то разные точки зрения, мы по-другому видим и мы вот тремся друг об друга, и это неизбежно. И когда это происходит, если ты не любишь, то будет рождаться такой нарыв. Потому что если ты не простил, непрощение приводит к гниению, в точке непрощения, и отношения начинают разрываться. Они разжижаются сначала, они становятся такими зыбкими, и потом они просто разрываются. Но если ты любишь, ты изначально, с самого начала, готов пойти на прощение. Может быть, не всего, что будет против тебя предпринято. Итак, любовь подразумевает прощение. Почему? Почему? И знаете, я вижу три вещи. Три как бы камня прощения. Первое. Потому что этого хочет Бог. Он говорит об этом прямо. Много. И достаточно радикально. Достаточно вспомнить его выражение. Если вы от всего сердца не простите, то и Бог не простит. Достаточно вспомнить притчу, если вы помните, да, когда Иисус учит, что был человек, который должен был там огромную сумму денег, и царь простил ему, он нашел того, кто должен ему ничтожную сумму, и он его не простил, и в итоге сам попал в темницу. И это хорошая притча, которая говорит о том, что прощение – это воля Бога. Если Бог мне простил все, что повергает меня в стыд, то на фоне вот этого грех другого человека против меня, по крайней мере, в моих глазах, он меркнет. Ну, подумаешь, меня оболгали. Но я это тоже делал. Я поступал несправедливо, я делал это, то, пятое, десятое, мне стыдно об этом вспоминать, но Бог простил меня. И вот, когда вы посмотрите на чужой проступок против вас через призму собственных, вы обнаружите, что на самом деле не все так критично. Дьявол, который будет сидеть и постоянно тебе говорить, не прощай, не прощай, не прощай, он дает тебе, как бы, знаете, вот такую альтернативу. Вот послушаться Бога, который говорит, не простишь, не прощен. Или дьявола, который говорит, ну, он же тебя обидел, ну, он же такой человек, его нельзя прощать, его надо воспитать. Еще одна, кстати, потрясающая ложь, которая существует в церкви, что кто-то, некие люди, призваны воспитывать других. Пасторы, пресвитеры, неважно. Мы никого не призваны воспитывать, друзья. Тем более использовать прощение и непрощение в качестве некой меры воспитания. Это как, знаете, детей перестать кормить, если они шалят. Мы должны прощать. И нигде в Библии не видел, чтобы Бог говорил, не прощайте, пока он не покается, или пока вы не достигнете некого результата в его воспитании. Господь, доверив нам, как пасторам людей, Он не доверил их воспитывать. Он доверил заботиться о них, кормить их, молиться за них, защищать их, но не воспитывать. Потому что я на сто процентов уверен, что характерами людей, их воспитанием занимаемся не мы, занимается Бог. Если вы хотите меня воспитать, обломайтесь. Вы ничего не добьетесь. Мой воспитатель Христос. Все, что я от вас ожидаю, это помощь в том, чтобы я мог что-то поменять в своей жизни, когда я это понимаю. Чтобы я мог соответствовать тому, что ожидает от меня Господь. Чтобы вы могли меня обличать. Вы знаете, кстати, есть еще одна потрясающая вещь, которую я заметил. Люди, которые меня не любят. И вообще, люди, которые не любят, они не могут прощать, и они не обличают. Я думаю, что если вы не первый день верующий человек, вы умеете отличить обличение от осуждения. Осуждение, это когда тебе выносят некий вердикт, то есть говорят, ты плохой. Ты козел. Ты овца. Вот Бог не дал нам права вешать эти ярлыки. Мы их вешаем. Может, мы об этом не говорим, но мы их вешаем. Там написано, что когда придет Господь, Он отделит овец от козлов. То есть, когда будет пришествие, вот тогда будет определяться, козел это или овца. Сегодня ни у кого этого права нет. Но когда речь идет об обличении, то там потрясающий корень у этого слова покрывать, облекать. Если ты любишь человека, то ты обличаешь его. Ты приходишь, и ты говоришь, брат, ты не прав. У тебя есть такие-таки проблемы, и тебе нужно с этим справиться. Еще одно причина прощать – это сама любовь. Это вот второе основание для прощения. У меня такое чувство, знаете, что если ты любишь, ты не можешь не прости. Ты хочешь злиться, а у тебя не получается. Вот если вы уже пытались злиться на того, кого вы любите, то вы понимаете, насколько это невозможно. Если вы не любите человека, то это достаточно просто. Вы заводитесь с полоборота, вас сразу несет, вот куда-то какие-то эмоции вдруг прилетают, и вы в этих эмоциях живете. Но если вы любите, у вас не получится просто не прощать. И третье основание для прощения – это пример Бога. Как Бог во Христе простил нас, так и мы должны прощать наших братьев. Смотрите, сама любовь, тогда Бог, наделив нас этой любовью, дав нам эту любовь, мы живем в этой атмосфере любви, и мы не можем не прощать, потому что для нас важны эти отношения. Мы понимаем, что если сейчас дать волю непрощению, то эти отношения могут разрушиться. Второе – это воля Божья, Бог хочет, чтобы мы прощали. И третье – это пример Бога, который простил нас. не просто говорит о прощении, он показывает, он говорит, ребятки, я простил вас, я простил вас. Знаете, меня более того восхищает, и мне кажется, что это даже недостижимо, то, что он сделал, потому что он принес жертву милостивления. То есть, он не просто простил. От нас он ожидает прощения на более простом уровне. То есть, он говорит, вы должны просто простить. Но он сделал больше, чем просто простил. Он сделал прощение возможным. Он искупил. То есть, он просто принес жертву, которая покрыла преступление. Я даже не представляю, чтобы кто-то из людей был на такой способе. Он ожидает от нас простого прощения, когда ты говоришь человеку прощать. не отталкиваешь его, не осуждаешь его, не делаешь его объектом воспитания, не пытаешься что-то впихнуть его в тупую голову. Ты просто прощаешь. Вообще, это не только основа любви прощения, а мне кажется, что прощение это основа любых взаимоотношений. Когда вы видите двух людей, которые, ну, будем говорить так, не ругаются постоянно, и вы думаете, ну, у них нет места прощения, потому что они друг друга не обижают. Но это неправда. Я вам говорил уже, то есть, мы по-любому будем цепляться острыми углами. Когда два человека не ругаются, это говорит о том, что они прощают автоматически. Это вот, знаете, как дышать. Быть снисходительным друг к другу, то есть, понимать, что ты не намерен это сделать. Или, возможно, просто понимать, что у тебя есть право мыслить по-другому, жить по-другому, поступать по-другому и так далее. И вот когда ты прощаешь автоматически, когда ты покрываешь это автоматически, когда ты приносишь это Богу, когда ты не можешь простить, ты говоришь, я не могу. Я хочу, но не могу. И тогда он будет тебе помогать. Если ты не будешь этого делать, то ты не любишь. Итак, если ты не можешь простить, если ты не можешь обличить человека, если ты никогда этого не делал то вправе ли ты ожидать его покаяния еще один очень интересно посмотрите наблюдайте за собой если согрешит против тебя брат пойди и вы говорим пойди обличие если ты не обличал ты не вправе ожидать его покаяния он может это сделать если бог его обличить вы знаете вот покаяние без обличения но в принципе нереально наверное потому что мы люди и мы живем вот плоти мы греховны и господь он говорит что обличение должно обязательно присутствует если ты хочешь чтобы ваши отношения были восстановлены если ты любишь этого человека если твоя жизнь направлена на служение в любви то ты должен увидев брата который согрешит обличить его и если он скажет слова каюсь простить обличение это дверь для покаяния и примирения если кто-то против вас согрешил и даже вы понимаете что он сам должен понимать что он сделал неправильно пойдите и обличить тем самым вы просто откроете так что значит любить любить это значит прощать